Приветствую всех любителей вышивки. Я к вам с видео взаимо-френд, как вы уже поняли по названию этого ролика. Очень мне понравилась эта идея, которую предложила Инна Брадери. Такое видео-знакомство рассказать о себе в первую очередь и предлагать ссылки на блогеров новых, которых не так много подписчиков, и всем остальным блогерам, которые сейчас смотрят это видео, она предлагает тоже оставлять ссылки в комментариях на свои каналы, то есть написать и условия этого, значит, взаимо-френда, что нужно делать, то есть написать о себе в комментарии, то есть имя страна, что сейчас вышиваете, сколько лет занимаетесь вышивкой, любимое направление вышивки, любимый производитель наборов, любимый дизайнер, и дать ссылки на одно или несколько ваших видео с пояснением моей работы, мой станок, мой хомячий уголок. Можно ссылку на Инстаграм, если есть. Можно ссылку, я считаю, что не только на Инстаграм, можно, наверное, ссылку дать на соцсети свои. Вот. И, то есть, отдельным комментарием можно дать, и я сейчас это сделаю тоже, наверное, или в инфобоксе сделаю, или в комментарии сделаю, дам ссылку на понравившиеся видео других блогеров на каналы от новичков. О себе скажу, да, тоже, что раз такие условия взаимо-френда. Меня зовут Оксана, Оксана Дереза, я живу в России, в Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нижневартовске. И сейчас я вышиваю несколько процессов, вот, и сейчас дам ссылку, наверное, на одно из видео о своих процессах, но в настоящий момент я вернулась и вышиваю свои красавицы 12. Любимое мое направление вышивки все-таки вышивка крестиком, хотя я люблю вышивать и бисером. И очень нравятся мне сейчас шовчиковые всевозможные сюжеты и процессы, хотя еще пока не пробовала, но уже интересно, и очень хочется попробовать. Дальше. Любимый производитель наборов или любимый дизайнер? Нравится мне, по-моему, забыла, как зовут дизайнера, Антонова фамилия, так, у нее, вышивая.ру, у нее свой есть сайт. Такие постерные очень у нее вышивки, мне это очень нравится, всем известны, всем нот красоты. Скрипка и роза, перец, светофор, то есть очень много. Нравится Ольга Башкирова, бесподобные просто у нее сюжеты, разработки, у нее портреты и много других картин. Я вышиваю сейчас ее картину, которую она сделала мне на заказ. Это «Меняю шляпку на кота», очень нравится мне этот дизайнер. И из производителей наборов мне нравится Риолис, золотое руно у меня в любимчиках. Сейчас Лук А.С. очень нравится и Дименшинс. Вот, это любимые мои производители. И ссылки вы сейчас периодически увидите на мои работы, мой станок и так далее, и мой рукодельный уголок и запасы. А я пока хочу вам рассказать о девочках, которых я буквально открыла пару недель назад. Может, кого-то даже на этой неделе, кого-то месяц назад. Но для себя, например, Буковинка Лада из США. Очень интересный канал. Там не только, конечно, вышивка, но мне она очень близка по духу. Такая родная, в частности. Очень понравилось видео о вышивке, о приметах. И именно, наверное, на это видео я выложу ссылку, а канал вы там дальше сами уже найдете, разберетесь. Светлана Левшинова и ее Дименшинс тоже зацепила меня в сети видео. Алена Тяжелая, канал и работы, которые она вышивает, это Ланар... Не знаю, как называется. Ланарте, Ланарт, Ланарте. Поправьте меня, скажите, как правильно это называется. Видела, слышала разные звучания, но сейчас это не важно. Важно то, что какие у нее шикарные работы и как много этих работ и как это выглядит. Я вот, вы знаете, для меня раньше этот производитель как-то, ну, мимо всей вот, все дизайны, все сюжеты проходили. А сейчас вот влюблена-влюблена и как минимум четыре хочу вышить у этого производителя набора. Наталья Рукоделия и ее Голден Кайт. Ну, я несколько сейчас блогеров вам озвучу, которые именно Голден Кайт вышивают, потому что эта тема для меня, как говорится, сейчас очень актуальна. Я планирую вышивать именно Голден Кайт и в захлёб просто смотрю подобные видео. Ольга Теплицкая и ее вышитая Макошь. Очень приятно, что вот когда такой отклик у моих подписчиков и зрителей, люди вышивают и выставляют. И кроме того, у нее еще интересные есть сюжеты по Миробилии, по Хаэду тоже. Очень рекомендую ее канал, посмотрите. Парлей и ее розы в вазе от ГК. Я уже в одном из своих видео, а может быть вы позже увидите это видео, где я говорила, что вот она вышивает эти розы в вазе от Голден Кайт, а я вот попроще возьму лука, но смотреть это сплошное удовольствие, как это вышивается. Так, вот очень такой бук, бук Ревьев, что ли, Ревьев с 2013. Ссылку я оставлю, извините, если некорректно назвала ником, для меня сложно прочитать. Голден Кайт и Хаэд. Девушка вышивает, очень здорово, очень круто. И у нее есть видео о скорости вышивки Хаэда и Голден Кайт из больших работ. Для любителей масштабных вышивок, я считаю, очень актуальные такие полезные видео. Дальше, Кростич Уайт Лю, да, ну вот это вот у нее уже около двух тысяч подписчиков, и я, к сожалению, не сразу обнаружила ее канал. У нее и Дименшинс, и Голден Кайт есть. Ну, очень много интересных работ, разносторонний такой рукодельный. То есть сэмплеры у нее и миробилие, то есть, ну, очень много интересных работ. И еще мне понравилось тоже Голден Кайт вышивать, ну, и очень сама интересная по себе девушка-блогер, то это Таня Сова. Вот не 3-4 больше. Так что смотрите, переходите по ссылкам на новые каналы, оставляйте комментарии с своими каналами. Я уже несколько за мои фронтов посмотрела. Я человек, наверное, на 20 подписалась еще только за эту неделю. Так что и еще готова подписаться на новых блогеров, которых еще не знаю. Так что жду вашего взаимофренда. И, Инна, я твой комментарий жду одним из первых. Пока-пока. Наш Аксан Дерезал.